Глава 10. Самая важная ежедневная привычка. Глава 10. Самая важная ежедневная привычка. Глава 10. Самая важная привычка. Находясь в человеческой плоти, он преодолел силу искушения во всех ее формах. И подавляющее большинство людей, которых я знаю, терпят поражение, потому что пытаются стать Христом. Они хотят сделать то, что сделал Христос. Я хочу стать достаточно сильным, чтобы противостоять дьяволу на каждом шагу. Я должен преодолеть этот грех. Я полностью от него освобожусь. Такого рода высказывания говорят об одном и том же. О чем же они говорят? Они показывают, что я искушаю им получить праведность по делам, считая, что благодать можно купить, заработать или заслужить. Другими словами, если я все делаю правильно, то я обрел благодать. Если вы так считаете, я в это верил на протяжении многих лет, то вы копаете себе глубокую яму. Вы стараетесь, вы взываете к Богу и молите Его сделать вас сильнее и лучше. Но, наконец, Бог открывает вам глаза и говорит. Знаешь, это вопрос веры. Послушанием одного многие сделались праведными. Я удовлетворен тем, что один человек прожил свою жизнь в полном послушании мне. И эта жизнь была такой замечательной и совершенной, что я готов принять ее как жизнь всех людей на свете – нечестивых, немощных, грешников, даже моих врагов, а также виновных и осужденных. И Иисус прожил жизнь так, как должен был прожить ее я. Он уже прожил мою будущую жизнь за меня. И теперь я буду жить, облекаясь в полноту его жизни каждый день. И Иисус теперь будет жить, ходить, разговаривать, дышать, принимать решения, действовать и служить через меня. Я не собираюсь стать лучше, стать более святым, ежедневно получая от Иисуса небольшую порцию добродетели. Наоборот, я дам Ему возможность заменить мою жизнь жизнью, которую Он уже прожил. Давайте ненадолго возвратимся к римлянам 5.1 и 2. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Что это за надежда славы Божьей? Обратите внимание, это слава Божья. Надежда славы Божьей означает, что Бог поступит с нами так, как и обещал, то есть не только провозгласит нас праведными, но и сделает нас праведными. Богу воздается слава, когда Он делает нас праведными, или другими словами, когда мы облекаемся в полноту жизни Иисуса. Давайте прочитаем отрывок Иоанна 17, 4 и 5. Итак, суть служения Иисуса заключалась в прославлении Отца. А как Он прославлял Отца? Он проявлял полноту Отца в своей жизни. Итак, Сын прославил Отца, и в свою очередь Иисус должен прославиться в своих последователях. Иисус четко обозначил цель прославления. «Да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня». Иоанна 17, 23. Библейское значение прославления. Бог прославляется в жизни своих детей, когда они являют собой Христа. Мир вокруг Его последователей начинает видеть в их жизни Иисуса. А затем мир обнаруживает, что Бог любит и их, и они начинают стремиться к Нему. Это что-то невероятное. Это и есть библейское значение прославления. Очень плохо, когда мы принижаем его значение, думая, что прославление возможно только в новом теле. Потому что прославление – это на самом деле вопрос характера. Итак, кратко рассмотрев Иоанна 17 главу, давайте вернемся к римлянам 5 глава. Вся эта глава посвящена тому, насколько милостив был Бог человечеству, насколько милостив был Бог к вам, насколько милостив был Бог ко мне и ко всякому, кто находится в категории немощных, нечестивых, грешников, врагов, виновных или осужденных. Когда у нас не было никакого шанса показать Богу, что мы заслуживаем что-либо, Бог даровал нам свою благодать, послав Сына Своего, даровал нам преимущество полного оправдания, не зависящего от нас. Мы не принимали в этом участия, мы ничего в это не вложили. Когда Он даровал нам Свою благодать, мы были в потерянном греховном состоянии. Бог отдал Сына Своего, чтобы Он прожил благочестивой жизнью, отдал за нас Свою жизнь, затем воскрес, дабы сделать эту жизнь доступной всякому, кто истинно верует, что Бог настолько щедр. Величайшая цель служения заключается в том, чтобы люди, забыв об обстоятельствах своей жизни, о своих неудачах, ошибках и падениях, а также о своих успехах, могли, взглянув на крест, сказать Аллилуйя! Даже такого грешника, как я, Бог так возлюбил, что отдал Свою жизнь, чтобы примирить и оправдать Меня, позволив вынесенному мне смертному приговору пасть на Иисуса, который взял мои грехи на Себя, дабы Мне обрести благодать. И Иисус прожил жизнь полную послушания, чтобы я мог стать праведным, потому что Он хотел получить право предложить Мне такую жизнь. И именно это Иисус предлагает Своим детям в течение двух тысяч лет. Но, к сожалению, так мало Его детей воспользовались этим предложением. И Иисус хочет, чтобы мы обладали полнотой Его жизни. И это доступно. В нас может обитать Его любовь. В нас может обитать Его сострадание. В нас может обитать Его чистота. В нас может обитать Его рвение. Мы можем обладать Его духом самопожертвования. Нет ничего недоступного. Единственное, о чём Он нас просит, это оставаться под благодатью. Другими словами, не возвращаться к мысли о том, что наши дела могут завоевать Его благоволение. То, что Он даёт вам, что Он делает для вас, абсолютно бесплатно, потому что вы были не способны на это сами. Вы были нечестивы, вы грешили, вы не могли сделать ничего, чтобы достичь спасения. Вам нечего было Ему предложить, поэтому Он говорит, «Я дал всё это тебе даром». Как ободряет и поддерживает мысль о том, что в ответ на Божий дар некоторые падают ниц перед Ним со словами, «Благодарю Тебя. Ты должно быть так сильно любишь меня, что попросил Иисуса взглянуть на моё безбожное, греховное состояние, на меня, грешника, провозгласить меня праведным, взять на себя мою смерть и мою склонность доказывать, что я не так уж плох, чтобы освободить меня, подарить чудесные взаимоотношения с Ним и возможность принимать Его жизнь ежедневно посредством Духа Святого». Каждое утро ко Кресту. Если только мне удаётся помочь людям увидеть Крест, то нет предела Божьим изменениям в их жизни. И я считаю своим долгом помочь людям выработать привычку каждое утро приходить ко Кресту. А вы начинаете каждый день своей жизни с Креста? Размышляете ли вы каждый день о смерти Иисуса? И знаете ли обо всём, что уже принадлежит вам? Люди в мире иногда превосходят нас в мудрости в этом вопросе. Я пришёл к выводу, что они понимают важность формирования привычек лучше, чем христиане. Потому что мир знает, что для формирования привычки необходимо 60 последовательных повторений. Однажды, желая помочь одному человеку закрепить привычку утреннего богослужения, я звонил ему 60 дней каждое утро подряд в 7 часов и проводил с ним утреннее богослужение по телефону. Где-то на сороковое утро он сказал мне, «Знаешь, тебе больше не нужно звонить мне и проводить богослужение. Теперь я могу это делать самостоятельно». «Отлично», – сказал я, – «ты можешь проводить богослужение самостоятельно, но я по-прежнему буду звонить, потому что мы должны это делать 60 дней подряд. И если мы пропустим хотя бы один день, придётся всё начинать сначала». Таково было условие. И он продержался 60 дней подряд. Есть ли в вас такое постоянство? Вошло ли у вас в привычку каждый день своей жизни приходить ко кресту и держаться за то, что вы имеете через смерть Иисуса? Ведь вам дана безвозмездная благодать. Вы ничего в неё не вложили. Вы не можете сделать ничего, чтобы измениться изнутри. Бог любит вас такими, какие вы есть. И в тот момент, когда вы приходите ко кресту и признаёте, что из любви к вам Бог возложил все ваши грехи, ваше несовершенство, ваше осуждение на Иисуса, Святой Дух становится доступным для вашей жизни на этот день. «Теперь вам больше никогда не понадобится проводить и дня своей жизни без обитающего вас Святого Духа, без Христова разума. Какое благословение!» Когда вы увидите, насколько милостив к вам был Бог, то наступит момент, когда вы откроете свою жизнь и скажете Богу, «Я потрясён! Я не заслуживаю всего этого! Я знаю, мне нечего предложить тебе взамен, но я так благодарен тебе, что ты возлюбил меня настолько, что позволил моей смерти и моему греху пасть на Иисуса. И я хочу попросить и получить всё, что ты уже даровал и предложил мне». Друзья мои, радуетесь ли вы Божьему спасению, дарованному вам? Поблагодарили ли вы его за этот величайший дар? Оставили ли вы все, все свои попытки заработать или заслужить его? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!